Хорошо, дорогие друзья, я думаю, мы начинаем второе отделение с того, что сейчас вот я послушаю, чего они нарепетировали с Мишей Графером и как это все звучит. Для меня это ново и очень как бы... Ну, интересно, Миша это один из моих талантливых учеников, он у меня отучился, не знаю, год ровно, а потом ушел учиться дальше. Ну ладно, тогда мы будем сразу заниматься любовью, да? Тогда, ребята, самый возраст позволяет, как раз, значит, займемся любовью, причем как, ребята, не как-нибудь пошлым образом, а в жанре романса. А романс, ребята, все-таки тогда романс, который открывает какой-то секрет. Вот всегда как-то очень условно нарисован, какими-то большими пятнами такими романс нарисован, но в то же время в нем должна быть раскрыта какая-то маленькая тайна. Вот то, что люди, например, не знают чего-то о чувствах, которые они испытывают. Вот тогда романс, потому что просто я тебя люблю, ах, ты меня не любишь. Это, в общем-то, так сказать, ну, настолько обыденно, что перестает волновать. Надо, чтобы что-то было открыто. И вот, понимаете, вот всегда скромный автор, так или иначе, из своей собственной жизни печальной, извлекает какой-нибудь урок, где тебе хорошенько досталось по шее, так сказать, по случаю взаимного непонимания, и вдруг оказывается, что это может стать неплохим романсом. Понимаешь? И тогда я могу его смело вам предъявить, слегка, так сказать, конечно, поглаживая шею, по которой я получил при непосредственном знакомстве с фактами жизни по этой линии. Так что там длинно говорить, когда нужно прямо вам это спеть, а уже вы такие чуткие люди, я надеюсь, все это поймете. Любовь, стараясь удержать, как саблю тянем мы ее, один к себе за рукоять, другой к себе за острием, Один к себе за рукоять, другой к себе за острием. Другой стараясь оттолкнуть, на саблю давим мы вдвоем, один офисом другу в грудь, другой под сердце острием. Один офисом другу в грудь, другой под сердце острием. А тот, кто лезвие рукой не в силах больше удержать, когда-нибудь в любви другой возьмет охотно рукоять. Когда-нибудь в любви другой возьмет охотно рукоять. И рук сжимающих металл ему ничуть не будет жаль, Как будто он испытал, как режет сталь, как ранит сталь, Как будто он испытал Как режет сталь Как ранит сталь Ну, не очень понятно спело, ребята Потому что сразу надо сказать Сабля, любовь Вот если вы с первых тактов Не знаете, что речь идет о сабле Которую держит то так, то и Ну ладно, со следующего раза, ребят Пока вы, значит, ее Как будто немножко запомни Тебе ей будет малюсенький-малюсенький, да? Ну что, а что? А, ты еще раз лебеди? Лебединая, да, лебединая Ну, лебединая, братцы, это тоже, конечно В жизни каждого из нас Есть такая разлука, может быть Ну, это была, конечно, разлука Ну, это, конечно, про лебедей Про лебедей Называется лебединая песня Не потому, что больше никакой у меня не будет Хотя мне еще 90 лет нету Я, надеюсь, еще что-нибудь, может быть И напишу, да, спасибо А тут она лебединая Потому что действительно вот Про лебедей Просто крылья устали А в долине война Ты отстанешь, отстань Улетай же одна И не плачь, я в порядке Прикоснулся к огню Улетай без оглядки Я потом догоню Звезды нас обманули Дым нам небо закрыл Эта подлая пуля Тяжелее бы их крыл Как сверкается, Боже Свет последнего дня Мне уже не поможет Улетай без меня До Христа долетели Ты туда, я сюда Что имей по делям И прощай навсегда Каждый долю вторую Примет в общей судьбе Обе смерти беру я Обе жизни тебе Ждать конца тут не надо Нет, пока я живу Мой полет и отраду Уноси в синеву Слышишь выстрелы ближе Видишь вспышки огня Я тебя ненавижу Улетай без меня С этой песенкой уехала милая женщина Я знал, что она носит ее в сумочке И читает с своим подругом Когда они где-то встречаются Ну, там так и кончилась, значит, жизнь Не какая-то тоненькая, но очень давняя ниточка Прервалась Ну что, ребята, мы живем Значит, наши струны тоже Имеют привычку где-то обрываться Ну и что-нибудь веселое Евгений Данилович Не-не-не, не спешите Ну там же про любовь есть еще третья песня Ну, во-первых, тут мне на вас Как бы настучали В перерыве Говорят, вас в рождественскую неделю Видели в художественном фильме Зимний, чего? Роман Вы как раз исполняли эту самую лебединую песню Вот эту песню сейчас и слышали Евгений Данилович, а вы правда там на гитаре играли сами? Я сам удивился, но я там играл на гитаре А если вы увидите в следующей картине, что я прыгал с парашютом То так оно и есть На то и кино, понимаешь А то на кой черт платить деньги за кинематограф Вот И что же, обязательно приглашать вас Или Мишу, который так, конечно Много лучше меня Играют на гитаре Но на экране все видят, что я играю на гитаре Вполне пристойно, не правда? Так что вы, конечно, можете выступить в печати Как авторитетный сказать Да этот Данилович, у него слуха нет даже в мочке уха Не то, что где-нибудь там Вот И все это вот подделка и так далее Никто вам не поверит Потому что меня винили на экране Я считаю, что я был неотразивым Красивый, нечего так аминно улыбаться И поэтому все верят, что вот Я вам просто сыграл Отлично Так что смотри Это мы уже пили А то, что это... Так, а неужели ты не знаешь? Не вот, пожалуйста Неужели ты не знаешь? Там бойц какой должен быть? Бойц заоблачная птица Неужели ты не знаешь? О крыльях птицы я и ты Нужны мы оба этой птице Чтоб ей скалы не разбиться Нужны мы оба этой птице Чтоб ей не рухнуть с высоты Неужели ты не знаешь? Нельзя крылу оставить птицу Недельку где-то покрутиться И посмотреть на белый свет Потом вернуться к милой птице Ну извиниться, повиниться Спешишь вернуться к милой птице А птицы в небе больше нет Неужели ты не знаешь? Мы, чтобы птица не упала Ни в разнобой, ни как попала А дружно вспахивать должны Чтобы могла цариться птица Своими крыльями гордиться Вот молодец и молодица Во всем согласны и равны Неужели ты не знаешь? Трехкрылый птица быть не может И в нашу пару нам не гожа Кого-то третьего принять Переломав друг другу перья И никому ни в чем не веря Мы рухнем на землю с птицей разом И не поднимемся опять Неужели ты не знаешь? Любовь заоблачная птица Неужели ты не знаешь? А крылья птицы я и ты Нужны бы оба этой птицам Чтобы ей не рухнуть с высоты Подарок молодым хозяйкам Старики должны поучать Понимаете, все время Ну и потом, понимаете, как раз Настало такое время, когда я В этом жанре могу переходить К обобщению опыта К получению юношества Понимаете, вот так Кто умеет работать, тот работает Кто не умеет, тот учит других Ну, значит, а вот А еще одна песня про любовь была Правда, в соавторстве написанная Кстати, сегодня мы вспоминаем Не только Лепского, а еще и Самойлова И Слуцкого одновременно 23 февраля, это вот день памяти Такой группы товарищей Одновременно день защитника Отечества И давайте мы песню про любовь Написанную в соавторстве С Самойловым и Слуцким Я с удовольствием Но она уже очень трагическая И вот я, конечно, боюсь, так сказать В этом отношении Немножко так настроение Подпортить Ну и потом я единственный Оставшийся в живых автор Который точно может сказать Об этой песне, чья строчка Вот от Слуцкий А это Данис Самойлов А это я Вот это все Потому что мы так отталкиваем Друг друга от листа бумаги Как у Крыникса перед рисунком Значит, каждый записывал свою строчку Просто дурачились, конечно Потому что мы сидели Занимались серьезным делом Работали по заказу радио Там денежки какие-то зарабатывали А когда немножко уставали То Дезик подходил К своему старенькому пианину Вот И мы что-нибудь, так сказать, коллективно Отпихивали друг друга Что-то такое Но получалось Потому что так или иначе Хочешь ты или не хочешь Дурачишься ли ты Признаешь ты какой-то новый жанр Или нет Так и сяк Если вы в дверь не пускаете реальную действительность Она в окно проникнет И где-нибудь Так или иначе Зацепит Так действительно Какой-то ноткой правды жизни Так что, в общем, братцы Это, наверное, оправдывает ее существование Вот такая песенка Которую романтическим названием Привели в отделение милиции Да, какой-то Привели в отделение милиции Где паркет и пакет и портрет Девчоночку в платьи сосицевом Восемнадцатища в нибудь лет Ах, девчонка ты, девчонка До чего ты себе довела Ведь папаш твой был у правдома А мамаша кассирша и была Но явился подлец-соблазнитель Фраер видом леговой душой Угощал он себя шкеладом Он говорил, что он техник зубной Обещал он, конечно, жениться Оказалось, что сам при жене Он похитил подлюга невинной На девичьей твоей простыне Я в притоне спозналась с ворами Полюбил меня Федька цыган Только ночи осенние знаю Как уверен любить хулиган В ресторане второго разряда Мы сидели с цыганом вдвоем Вдруг я вижу подлец-соблазнитель Угощает девчонку вином Я цыгану его показала Он решил отопстить за обман Я прошу вас по личному делу Говорит ему Федька цыган Испугался подлец-соблазнитель Намелькнула пера на лету И горячая кровь покатилась По его дорогому пальту Вы послушайте, граждане судьи Вы судите меня заодно Потому что без Федьки цыгана Не желаю я жить все равно Потому что без Федьки цыгана Не желаю я жить все равно Почти народное коллективное творчество Даже доктор в крахмальном халате От слезы воздержаться не мог На железной больничной кровати Умирал молодой педагог На железной больничной кровати Умирал молодой педагог Мне лекарства теперь не давайте Докторов не пускайте ко мне На железной больничной кровати Я умру, отвернувшись к стене Я умру, отвернувшись к стене Не дожил, не допел и не допил А уж печь раскаленная ждет И никто мой трудящийся пепел Получать никогда не придет И никто мой трудящийся пепел Получать никогда не придет Это, ребята, просто из уважения и почтения К присутствующей здесь публике Самого младшего возраста За удивительное терпение Что никто из них не начал Как-нибудь особенно шуметь Выражая свое неодобрение Или другое отношение к этому делу Вот так что Просто из уважения К нашим самым младшим зрителям Я прошу их выслушать Мою песню Которая называется «Молюсенький моллюск» У меня знакомых в море много Прямо ими я не нахвалюсь В том числе миноги, осьминоги И малюсенький моллюск Я и не бываю одиноким А ведь это в жизни крупный плюс У меня миноги, осьминоги И малюсенький моллюск Не перебивая всю дорогу Разве что я сам остановлюсь Слушают минуты Осьминоги и малюсенький моллюск Их просить не надо О подмоге Никого я в драке не боюсь За меня миноги, осьминоги И малюсенький моллюск Вот и получается в итоге Что устроил всех такой союз Счастливыми ноги, осьминоги И малюсенький моллюск Тирадададам Сейчас, пока никто не выходит, можно спеть про козу. Это же про любовь уже. Ну, тут, ребята, несколько слов я должен буду вам признаться. Значит, что как же я такой совершенно непечатный нигде автор, все-таки прожил такую длинную жизнь. Я попал на дубляж, на самую скромную в кинематографе работу. Мы жили при Малокартимье, наша огромная страна. Одних республик было, там, кажется, 18. И выпускали 7 фильмов в год художественных за все про все. В основном шли картины, значит, трофейные какие-нибудь, краденые, обмененные и все такое прочее. Значит, дубляж шел в основном. И мы старались кинематографисту, чтобы хотя бы это было качественно сделано. Ну, в частности, там во многих картинах были песенки. И все-таки старалась дирекция, чтобы это было качественно. И режиссеры были заинтересованы, чтобы публика, выходя, что-нибудь напевала там из наших мелодий. И чтобы улица пела. Никто меня не донимал особенно с точностью текста. Вот, мне полагалось, разрешался порезвиться. Но надо было, чтобы действительно, ну, хоть чуть-чуть там, не знаю, улица запела. Вот, и много было каких-нибудь песенок. Бродяга я, та-ра-ра-ра, бродяга я, та-ра-ра-ра, всегда влетет меня вперед, звезда моя, бродяга я. Радж Капур, да? Ну, Лолита Торрес, там, не знаю, нет, не надо ни руки, ни взгляда, мы чужие, ты меня забудь, там, и так далее. Ну, и, значит, все эти тексты русские были мои, вот, и публика их, значит, отчасти даже и пела. А сам текст, в оригинале тексты были часто очень слабые, чего не скажешь о музыке, музыка держалась на хорошей высоте. Ну, вот, в частности, значит, я хочу вам показать пример. Вот, например, значит, был фильм с Лолитой Торрес «Жених для Лауры». И там она поет в деревенском костюме, поет, хорошо пританцовывая какую-то веселую, бодрую, звонкую, девичью песенку. Ну, я посмотрел буквально перевод. Каких красавиц родят наши села, какие мужественные парни вырастают на наших Нивах, какие там обильные виноградники, какие там прекрасные песни. Ну, что тут переводить, понимаешь, вообще как? Правда, значит, какое-то зернышко было, что девушка поет о себе, что вот она невеста, но бедная невеста, у нее призанного нет, кажется, козочку, вот она имеет, значит, от отца. Вот, собственно, и все. Ну, поскольку мне объяснил умный, хороший юрист при встрече со мной в пивной, который, увязав мое печальное лицо, знал, в чем дело, и сказал, а что у тебя в договоре написано? Я говорю, в договоре у меня написано, значит, что я должен сделать перевод песен. Он говорит, а знаешь что, попроси их написать другие слова. И написал мне на салфетке. Русский текст песен. Вот что тебе заказывает. И говорит, им же будет все равно. А у меня руки стали свободные. Я был развязан, уже не стал зависеть от оригинала, от перевода прямого. Это же русский текст. Ну, там про любовь, тут про любовь. Не более того, да? Никто не стал меня уже дергать за бороду. И поэтому, значит, когда Лолита Тор спела, я уже стал не смотреть на то, что в оригинале написано в переводе, а стал смотреть на ее игру, на сценическое поведение. Вот что она играет? Она сверкает глазками вообще. Так бойко красиво двигает. И ну, что же она играет? Она играет вот сейчас пробудившиеся в девочке ощущения женственности. И какой-то власти над мужиками. Вот такое вот у нее чувство, что очень многие какие-то довольно дерзкие шутки сходят с рук. Вообще вот такое вот. Ну, значит, и я ей, значит, сделал текст, который Зиновий Ефимович Герд между куплетами за кадром прочел в том же ритме. И, так сказать, что-то публика могла успеть запомнить. А некоторые барышни приходили там, я имел такие письма по 4-5 раз, чтобы успеть записать текст с экрана. Ну, а у Лариты Торс «Возраст любви» были миллионные тиражи пластинок с моими текстами, русскими певицами. Но тогда авторского права у нас в России не было. И мне не полагалось ни копеечки даже за такую пластинку. Хотя на ней был написан русский текст Аграновича. Самыми крохотными буквочками, какие только можно было найти в типографии, но было написано. Вот таким вот образом. Девушка, я из семьи небогатый, Другу свою предложил мне кузнец. Нет у него ни землицы, ни хаты, Только козу подарил мне отец. Все говорят, что с собой не дурная Ручки и ножки, коса и глаза. Но проживет ли семья молодая, Если в хозяйстве одна лишь коза? Я на пригорке стою с хворостиной, Честно пасу нашу козу, А по шоссе дорогие машины. Взад и вперед пролетают внизу. Шины скрипят, тормозят кадылаки, Люди выходят и пялят глаза. Что же вас тут удивило, зевоки? Верно, рогатая эта коза. Ах, виноват, неполадки в моторе, Мне раздаются в ответ голоса. Вечно с машинами, этими горе, Именно там, где пасется коза. Милый кузнец, я уже ей тоскую, Можем безбедно прожить мы с тобой. Лишь по ремонту машин в мастерскую, Возле козы на дороге открой. Ну и что, у нас есть еще несколько песен новых совсем. Может, что-нибудь покажем? Да, четыре новых песни. Опять Миша Грайфер играет. Ну-ка, Миша. Вчера прекрасно играл. Может, и сегодня удастся? Ну-ка, он выпит накануне. Он не говорил, он же зашитый. Ну, что к единости, к единости. Кедейности, кедейности, нам предначертан путь. Какой-нибудь партийности нам следует примкнуть. Вот закипает кашица и пригорит опять. И как-то вдруг покажется, что нечего и ждать. Молчит судьба пророчица, и что там впереди? На мир глядеть не хочется, на небо погляди. Меня в научной космосе земляк не упрекни. Но в обозримом космосе мы, видимо, одни. В холодной мгле летим мы все, наш космолёт-земля. Займёмся совместимостью команды корабля. Начнём с рукопожатия, с вопроса «Как дела?» С простейшим понятия насчёт добра и зла. Обнимем без смущения всех женщин и мужчин. Как инструмент общения кувалду исключим. Разгоним стужу лютую, чтоб не могла земля Остыть до абсолютного проклятого нуля. Пусть хватит человечности на звёздный океан. Ведь на ладонях вечности мы горсточка семян. Ведь на ладонях вечности мы горсточка семян. Да, ну тут немножко, может быть, это такая, ну что ли, опыт хорошо темперованного клавира. Значит, какая-то такая тренировка для пальцев. Может быть, просто... Ну и возможности языка надо показать, может быть, при случае. Или уж когда все умеют писать стихи, вдруг кто-нибудь один должен показать, что всё-таки бывает ещё и какая-то виртуозная запись. Ну, а так вообще сюжеты тут в этой песенке существующие вымышлены. Вот и все сходства с какими-нибудь реальными событиями или личностями считаются совершенно случайными. Да? Птичьи стаи с крыши храма, Упрекают Далай-Ламу, Храм стоит не очень прямо, У него нога хромая, При ударом пятки лама Отломил кусочек сваи, Что отстаивают стаи, Что отламывают ламы, Что усваивают сваи, Как прихрамывают храмы. Здесь в горах колдун могучий И довольно грубый малый, Кто раскручивает кручи, Кто раскалывает скалы, Убегаю в лес суровый, Но и там понять не смею, Что высовывают совы, Что высмеивают змеи. Я барахтаюсь в отмане, Из него с трудом вылажу, То выманивают мани, То улаживают лажу, А всего понять бы надо, Чтобы стал и черт не страшен, Что выгадывают гады, Что вынашивают наши, Что выгадывают гады, Что вынашивают наши. На концерт в заветной роще Петь с друзьями ночь апрелью, Барт-гитару взял попроще И забыл ее под елью. Ни дождя там и ни жара, Солнце луч нежней, чем лунный, Не растрескалась гитара, Лишь полопались от струны, Налетел скворец бездомный, На такое в роще чудо. Мой скворечник, клуб огромный, Запевалый тут я буду, Я гудел на дудке ржавый, Сам себя я свистал, А в гитаре акузжавый, А куджавый встал, А в гитаре акузжавый, А куджавый встал. Все ко мне певцы пернатые, Скрипачи и трубачи, Мы крылатые, мы мулатые, Нам бы платы и мечи. Что за птица, председятел? Уж затюкал нас совсем, Председятел, видно, спятил, Лезвие спесят будет нем. Мне внимайте, не дышавый, Слушай, лес, колонный зал, Я в гитаре акузжавый, А куджавый встал. А потянет в небо, что же, Догоняет свою мечту, Только шаворонок может Петь в полете на лету. Ни в музее, ни в ломбарде Семиструдная сестра Помнит все о брате Барде У погасшего костра. И когда уйти случится, Как булат надувал сам, Возвращайте песни птицам И скворяшники лесам, Возвращайте песни птицам, И скворяшники лесам. Торжествует председятел, Заверяет комитет, Никакого акузжавый У державы больше нет. Ах, простите, вы не правы, Поспешили, ваша честь, Тут в гитарах акузжавый, А куджаворонки есть, Тут в гитарах акузжавый, А куджаворонки есть. Тогда будем вызывать на сцену Андрея Яновского до начала. Андрея Яновского попросим Со стулом. Пока он будет, Пока будет настраиваться И прихорашиваться Наш друг Андрей Яновский. Я вам скажу два слова. Совсем недавно, Несколько недель тому назад, Как всегда, в субботу вечером По культуре, По телевидению, У меня сейчас большущий, Огромный телевизор, От которого я никак не отлипну. Шла в какой-то раз уже Моя маленькая картинка, Две части, 27-минутный фильм, Отважный Робин Гуд, На мультфильмовский. Ну и когда это было заказано, Вот мультфильм, Режиссер решил сделать О Робин Гуде. А ему хотелось, Чтобы все было так, Как в спектакле на улице Горького, В театральном, Как можно ближе. Но я подумал, Ну что же, ребята, 800 лет пишет мировая литература Об этом прекрасном образе. И уж кажется, Все уже перепробовано, По 20 раз переделано по-всякому. И скучно мне, ребята, стало. Я думал, а чего не хватает? И подумал я так, Во-первых, не хватает. Почему так много лет Жив этот человек? Да? Вот почему? И песенка на этот вопрос ответила, Вы ее сейчас услышите. А во-вторых, Значит, Я подумал о том, Что не хватает Образу, Ну как сказать, Интеллектуальности, Что ли, Духовного блеска. Понимаете? Потому что, То, что он лучше всех стреляет из лука, По тем средневековым временам, Конечно, Это было достаточно. Отнимает у богатых, Раздает веном. Ну ладно, Все это будет. Но так, Чтобы у него был блеск, Так сказать, Чтобы пошел по свету Анекдот О его великолепном, Так сказать, Юморе И способности Одуращить вообще Сэрой Всех шерифов Там и так далее. Ну вот и такого рода, Значит, Вещи я тоже Значит, Придумал. Ну вот, Я, значит, Хочу, конечно, Чтобы сначала Вы послушали песенку Нашу, значит, С Яновским, А потом я вам расскажу, Как я вышел из положения, Для того, Чтобы интеллектуальный блеск У образа Этого великого Народного вождя Из моего маленького мультфильмика Тоже как-то Вышел на волю. В уютном старом кабаке Да с кружкой крепкого в руке Чего нам не хвата? А сердце мается в тоске О знаменитом вожаке, О настоящем мужике Великая тоска. Мой друг, Мы здесь в лесу одни Полночную порою Ту тайну свято ты храни, Что я тебе открою. Свершили в чаще колдуны Над Робин Гудом чудо При свете солнца и луны Нет смерти Робин Гуду. В костре он будет невредим, Из битвы выйдет целым, И от стальной его груди Отскакивают стрелы. Нет ложную, ты слышал Весь сосед об этом чуде. Наш Робин должен пить и есть, Как все на свете люди. Как ты да я, он не стальной, Ничуть других не твержен, И, может быть, пронзен стрелой Или мечом повержен. Тогда над ним склонится друг Из близких самый смелый, И из его остывших рук Он примет лук и стрелы. В заветный Роб он затрубеет На трощи Шервуда, Пока он в схватке не убит, Он будет Робин Гудом, Ты можешь Гудом стать соседом, А может, я и буду. Вот почему на тысячу лет Нет смерти Робин Гуду. Вот почему на тысячу лет Нет смерти Робин Гуду. И вот представьте себе на Тингам Замок, Раскрытые двери, У которых два стража стоят И монотонно возглашают На всю улицу Тысячу золотых тому, Кто доставит на Тингам Голову Робин Гуда. Тысячу золотых тому, Кто доставит... Ну так в толпе проходит Молодой человек, Долговязый, худенький, В коротком зеленом плащике, Шляпка с перышком. Слышит эти слова. Тысячу золотых тому Остановился, Обернулся И решительно входит в дверь. Там его встречает судья, Такой тучный, Могучий мужик. Голос за кадром, Голос у дверей повторяет, Глаза у дверей повторяет Тысячу золотых тому, Кто доставит. Юноша подходит, Низко кланяется, Учтиво кланяется судья И говорит на слова Кто доставит, Голову Робин Гуда. Мальчик протягивает ладонь И говорит, Отсчитайте вашу честь. Тот говорит, А где же голова? Заглядывает к нему за спину, Где висит-то у него какая-то овоська. Вы не туда смотрите, Ваша честь. Она на мне. Судья был тучный мужик, Так сказать, С коротким мечом у пояса. А юноша был вооружен Только своим именем. Но имя это было так страшно, Что судья попятился, А молодой человек следовал за ним, Очень вежливо, Но настойчиво протягивал руку И под крики у дверей Говорил, Надо держать слово, Ваша честь. Это на тюнгам? Голова Робин Гуда тут? Кто ее доставил? Пожалуйте, денежки. Следующий кадр. Судья стоит у окна И видит, Как вдали между дубами Мелькает зеленый плащ Убегающего Робин Гуда. Судья говорит, Вон бежит негодяй Робин Гуд. Если б был у меня пистолет, Но, увы, Его изобретут Только через 400 лет. Бета с треском вылетает из картины. Вы угадали почему, да? Откуда он может знать, Что через 400 лет будет пистолетом. Вот таким вот образом. Такое отношение к художественному творчеству. Но, тем не менее, По крайней мере, Хотя это не вошло в картину, Вот вам, например, Я имею возможность, Так сказать, Рассказать, Как это было на самом деле. Так, и что? Не выйдет в эту ночь... Уже начинаем общий... А мы Володю зовем? С места. Он будет помогать. Хорошо. Да. Не выйдет в эту ночь на работу Небритая больная луна И спряшут светляки по болоту И будет ночь ужасно темна. Ужасно, ужасно, ужасно темна. Ужасно, ужасно, ужасно темна. Сгорят все спички, лампы и свечи, Все пробки, фонари, провода. И высохнет в галактике млечной Последняя живая звезда. Живая, живая, живая звезда. Живая, живая, живая звезда. Светящиеся разные гады, Что плавают в глубоких морях, И тысячи электрических скатов В одну минуту перегорят. В минуту, в минуту перегорят. Минуту, в минуту перегорят. И может, хоть тогда ты заметишь То, что сейчас тебе невдомек, Что есть еще последний на свете Мерцающий во мне огонек. Последний, последний, вовне огонек. Последний, последний, вовне огонек. Неудачи и удачи, да? Неужели в наше время От постыдных суеверий Бесполезных в полной мере Человек неизвлечим? То присядем на дорожку, То отступим перед кошкой, То плюемся понемножку, То патием стучим. Это чушь вам не поможет, От нее храни вас, Боже, Суеверно быть, негоже В трудном жизненном пути. Повезет вам только стой, Соблюдая все устои. Заклинание простое Нужный час произнести. Неудача отвернется, А удача улыбнется. Неудача промахнется, А удача попадет. Неудача отвратима, А удача уловима. Неудача шпарит мимо, А удача у ворот. Был привязан к жерлу пушки, Был у снайпера на мушке, Оставался без полушки, Между пчащихся коляс, Сохранил живую душу. Жив остался, потому что Я порядка не нарушил, Четко и ясно произнес. Неудача отвернется, А удача улыбнется. Неудача промахнется, А удача попадет. Неудача отвратима, А удача уловима. Неудача шпарит мимо, А удача у ворот. Если в горе и тревоге Не находишь ты дороги, И в тумане безнадёги Видишь новую вину. Если рухнула планета, Не видать нигде просвета, Я прошу чихать на ета, И всегда иметь в виду. Неудача отвернется, А удача улыбнется. Неудача промахнется, А удача попадет. Неудача отвратима, А удача уловима. Неудача шпарит мимо, А удача у ворот. На Арбате, На добром старом Арбате Против театра Вахтангова Роскошный дом стоит, Такой, конечно, Коммерческий дом. Столетний уже, конечно, дом. Вот замечательный дом. И там есть архитектурное излишество В нижней пятого этажа Стоит страж, Бронзовая фигура рыцаря. Я сам-то я буду, ребята, Как раз Арбатский пацан. Я там вырос. Это была моя школа Возле этого вот дома. Это был Криво-Арбатский переулок. Ну, и я помаленечку, По одному куплетику, Знакомить с этим рыцарем, Какой-нибудь куплетик О нем сочинял. Последний уже даже совсем недавно. Вот мы с Александром Николаевичем, Не даст соврать, Мы с Александром Николаевичем Во время Арбатского такого действа, По случаю Ахуджавы, Там был выстроен помост У театра Вахтангова. На обе стороны Арбата Сияли два огромных экрана С нашими физиономиями поющими. А под нами была, так сказать, Целая улица москвичей. И я их попросил оглянуться И увидеть, посмотреть на рыцаря Над их головами. А у рыцаря спросил, Вот, можно мы споем о тебе? У нас песенка есть. И рыцарь, представьте себе, Значит, кивнул. Вот Александр Николаевич подтвердил. Статуя кивнула. Так вот, значит, Эта самая песенка и есть. С надменным видом феодала Взирает рыцарь на Арбат. Таких, как он, сегодня мало. Внизу не видно, что талант Среди прохожей молодежи Найти друзей мечтает он. Галантных юношей похожих На рыцарей в их времен. Последний рыцарь на Арбате Стоит на доме тридцать пять. Он по-напросто время тратил, Других стараясь отыскать. Вчера в гостях мы пили и ели, Плясали лихо и хитро. Троллейбус мы пересидели И досидели до метра. Подруга тихая спросила, Заветы рыцарства хранял. Конечно, ты проводишь, милый, Пешком в Сокольники меня. Последний рыцарь на Арбате Стоит на доме тридцать пять. Я буду спать в своей кровати, А он вас и может провожать. Тут на углу под светофором Один мне в меру смелый тип. С большим душевным разговором Прохожей девушке прилип. Она мне кликнуть не посмела, Я понял все едва взгляну. И возмущенный до предела Я тут же за угол свернул. Последний рыцарь на Арбате Стоит на доме тридцать пять. Скандалом мне совсем не встать, А он вас должен защищать. Я в переполненном вагоне Сижу удобно у окна, А стоя рядом, тихо стонет Старушка хрупкая одна. Я не могу смотреть на это. За вас в беде я постою, Я вам спешу помочь советам И точный адрес вам даю. Последний рыцарь на Арбате Стоит на доме тридцать пять. Своё местечко на фасаде Он вам, мадам, готов отдать. Конечно, песня вам солгала И краски слишком сгущены, Что больше рыцарей не стало. Вы думать вовсе не должны. За эту шутку не судите, Не принимайте крайних мер. А рыцарей сколько хотите, Я назову вам, например, Последний рыцарь на Арбате Стоит на доме тридцать пять. Его еще надолго хватит, Он годы может простоять. Его еще надолго хватит, Он годы может простоять. Последний рыцарь на Арбате Стоит на доме 35 Вот так Ну, это наша клубная Общая песенка Ну, музыка из дубляжа Значит, взята Ну, а тексты уж, конечно, все совершенно Кроме того, что фигурирует Слово «любовь», по-итальянски Остальное все, ваш похорный слуга Значит, помаленечку, по куплетику Обижая то одного, то другого Из своих друзей по клубу Вот Кое-как, значит, сляпал Киянь, сипадай и сардин Приготовь, у вас тут неплохо, у моря Да, кстати, как по-итальянски, любовь Аморо, 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 аморо Я задач постиг, итальянский язык Важнейшее слово я выучил в миг Аморо, аморо Важнейшее слово я выучил в миг Садовник растит апельсиновый сад Сливаю, сливаю, сливаю И кормит старушка десяток котят Сливаю, сливаю, сливаю Что значит то слово до разных дней Ведь по свету каждый идёт со своей Аморо, аморо Ведь по свету каждый идёт со своей Любою, сливаю Ведь по свету каждый идёт со своей Поёт под окном у девчонки певец Сливаю, сливаю, сливаю И золото ночью считает купец Сливаю, сливаю, сливаю Что значит то слово для разных дней Ведь по свету каждый идёт со своей Аморо, аморо Ведь по свету каждый идёт со своей Любою, любовью Ведь по свету каждый идёт со своей Любою, сливаю, сливаю Скитается рыцарь в далёкой стране Сливаю, сливаю, сливаю А дева стареет всё в том же окне Сливаю, сливаю, сливаю Что значит то слово для разных людей Ведь по свету каждый идёт со своей Аморо, аморо Ведь по свету каждый идёт со своей Любою, любовью Ведь по свету каждый идёт со своей Мой милый хоть раз на жену погляди С любовью, с любовью, с любовью А милый бутыль прижимает к груди С любовью, с любовью, с любовью Что значит то слово для разных людей С любовью, с любовью, с любовью, с любовью Что значит то слово для разных людей Ведь по свету каждый идёт со своей Аморо, аморо Ведь по свету каждый идёт со своей Любою, любовью Ведь по свету каждый идёт со своей Любою, любовью, с любовью Вокруг покупают пальто и авто С любовью, с любовью, с любовью Но вроде не трудится больше никто С любовью, с любовью, с любовью Что значит то слово для разных людей Ведь по свету каждый идёт со своей Аморо, аморо Ведь по свету каждый идёт со своей Любою, любовью Ведь по свету каждый идёт со своей Вспытайте у Саши по что похудал С любовью, с любовью, с любовью А он сам себя помаленьку раздал С любовью, с любовью, с любовью Что значит то слово для разных людей Ведь по свету каждый идет со своей Амора, амора Ведь по свету каждый идет со своей Любую, любую Но по свету каждый идет со своей Все строчки и нотки друзей сохранив С любовью, с любовью, с любовью Сдала наша Нина всех бардов в архив С любовью, с любовью, с любовью Что значит то слово для разных людей Ведь по свету каждый идет со своей Амора, амора Ведь по свету каждый идет со своей Любовью, с любовью Ведь по свету каждый идет со своей Была городницкому рифма нужна С любовью, с любовью, с любовью Он рифму достал с океанского дна С любовью, с любовью, с любовью Что значит то слово для разных людей Ведь по свету каждый идет со своей Амора, амора Ведь по свету каждый идет со своей Любовью, любовью Ведь по свету каждый идет со своей Данилыч берет с великанов пример С любовью, с любовью, с любовью Он глух, как Бетховен и слеп, как Гомер С любовью, с любовью, с любовью Что значит то слово для разных людей Ведь по свету каждый идет со своей Амора, амора Ведь по свету каждый идет со своей Ничего, ребята Сколько можно до утра, можно петь эту песню, конечно Оставить что-нибудь на завтра Не каждому, так сказать Автору удается видеть свои строки Вот так на народном памятнике Это строки из «Офицеры» И мы вам эту песенку, значит, сейчас напомним Действительно, она уже 35 лет поется И вроде не надоело А почему? Вранья в ней нет, ребята Вот как ни странно, она проскочила Как была написана Люди так привыкли уже не вникать в текст Что не обратили внимания Так не проанализировали Что же, собственно, это значит От героев былых времен не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой Почему не стали именами новых городов Вновь открытых звезд Там, не знаю, каких-нибудь изобретений Просто люди даже не похоронены Понимаете, какая что-то Вот это стать землей и травой Вот это очень жесткая довольно судьба И я горжусь тем, что эти строки появились Потому что сейчас у меня есть такая вот Ну что ли, боль души Которая меня немножко грызет И я должен с ней как-нибудь, ребята, сладить Речь идет о выпиющей несправедливости К этим вот безвестно Даже безмогильно погибших многих тысячах, может быть, нескольких миллионов людей О которых мы ничего доброго официально сообщить никому не могли По Сталину Кто помнит, то уж я-то помню, ребята, хорошо По Сталину полагалось Если сдался в плен человек, значит предатель, изменник Если пропал без вести, значит воюет на стороне немцев Вот так вот Правда, у солдат, среди которых я провел 4 года, ребята Эта норма одобрением не пользовалась Вот мне никто этого не говорил И вот тот памятник, о котором рассказывал Володя Там может быть сотня имен, да? С целыми фамилиями И я, конечно, уверен, что Те, кто ставил этот памятник Совершенно не отличал Те, кто получил похоронку Или было написано Погиб в бою героем Или вообще ничего Или во очень многих, ребята Многих тысячах или сотнях тысяч Домишек За зеркалом, там, не знаю, за божницей Хранятся пожелтевшие Рассыпающиеся листочки ответов Не значится В списках не состоит Да? Пропавшие без вести И так далее В общем, о людях, о которых ничего не известно Вот только сейчас мы видим, что их выкапывают Стали вдруг показывать по телевидению Я недавно видел Вдруг показывают, где-то так пионеры с какими-то еще стариками Разрыли какой-то холм Я вижу там, так сказать, останки Так знаете, что меня потрясло? Они же с оружием лежат Они с винтовками Они дрались до последней секунды Насколько было можно Понимаете, все Значит, что произошло, ребята У нас в истории 41-го года нету Война для нас началась с подмосковного наступления А однако Огромный взнос В дело победы Внесли безымянные люди Которые погибли И какое доказательство? Что они погибли с огромной пользой А очень простое доказательство Никаких печатей не нужно Надо знать только две вещи Гитлер должен был появиться у стен Кремля Через там, не знаю, 20 дней А появился через 200 дней Значит, кто-то полгода, 200 дней Кто-то держал, тормознул хорошо Эту огромную армию Вот, и вот, значит, братцы Я и хочу, значит, чтобы Сказали всем людям У которых есть такие вот записки Не значатся Людям же ничего не платили Даже семьям Погибших таким образом людей Вот, мы должны реабилитировать Поклониться памяти Вот, тех, кто не вернулся Если даже кто-то и был Где-то среди чужих Так это, наверное, ребят Будет возникать Жалкая доля одного процента Так сказать, практически Совершенно несущественной А вот кто же полгода держал? Гудериана, так И фон Гоака Не пустил к Москве Вот, так что я думаю Мы все в долгу Немножко поэтому идет Вспоминая, глядя на этот памятник И на эти фамилии Я думаю, половина из этих людей Сейчас пройти по хатам Не имеет никакой Весточки Да, официальной Что погиб в бою Или там Или где-то похоронен Вот и все прочее, ребят Значит, остался вот один долг, ребята За нами И я думаю, что Мы должны эту справедливость восстановить Вот, собственно, на этом я бы и кончил нашу беседу Да, дружочек Время мы у вас отняли довольно много Если что было не так, ребята Да, а офицера споем Да От героев былых времен Не осталось порой имен Тех, кто приняли смертный бой Стали просто землей и травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним В гляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Многих старых друзей узнаю Хоть и мне двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто знал Берлин Нет в России семьи такой Где не памятен свой герой И глаза молодых солдат С фотографий увязших глядя Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Ни с пути сверной Все, спасибо Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому